На канале Параквариумистика много обзоров на различные корма для рыб, в том числе и промышленные. Обычно их называют сухими, они бывают хлопьями, чипсами, гранулированными и даже донными и желеобразными. Часто в комментариях под такими видео я встречаю сообщения о том, что неправильно кормлю. Мол, перед тем, как дать такой корм, его необходимо размочить. Что ж, давайте разбираться. Действительно, у каждого аквариумиста свой взгляд на кормление подопечных. Действительно, в интернете часто встречается информация о том, что размачивать корм необходимо. Даже встречал видео у блогеров и аквариумистов, которые именно так рекомендуют делать. В этом видео я хочу поделиться с вами своим мнением и показать мнение моих друзей. Давайте начнем с хлопьев для рыб. Многие такой корм еще называют пластинками. Эти самые пластинки бывают совсем мелкие, средние и крупные в зависимости от того, какого размера рыбки, которых мы планируем кормить. При этом стоит отметить, что они легко крошатся. Из средних хлопьев очень легко сделать очень мелкие или вовсе пыль. На мой взгляд, эта форма вывуска корма самая универсальная. Дело в том, что всех обитателей аквариума можно условно разделить на три группы. Те, которые едят у поверхности воды, на тех, кто принимает пищу в средних слоях воды, и третьи жители так называемые донные рыбки, креветки, раки, улитки и прочие жители аквариумов. Кстати говоря, у рыб и расположение рта разное, в зависимости от того, как они принимают пищу. Хлопья хороши тем, что быстро намокают и распадаются в воде. Они ультратонкие. То есть смысла мочить в отдельной емкости этот корм вообще нет никакого. При кормлении часть хлопьев остается на поверхности. Для рыб, предпочитающих брать корм с поверхности. Часть разлетается по аквариуму и поедается теми, кто предпочитает есть в средних слоях воды. Часть оседает на грунте и достается донным обитателям. По сути, хлопья хороши для тех аквариумов, в которых живут все три условно поделенных нами обитателей. Несмотря на то, что хлопья универсальный корм, он не считается самым лучшим, так как в составе большая доля связующих веществ, таких как клейковина, желатин и агара. Плюс технология производства корма не позволяет сохранить в нем максимальное количество витаминов. Но, пожалуй, самое важное, на что необходимо обратить внимание, что этот корм очень быстро при намокании распадается на мелкие частички. Этому способствуют и рыбки, которые его поедают. Эти еле заметные частички оседают на дно, забивают фильтр, и именно перекармливание таким кормом очень быстро приводит к помутнению аквариума. Естественно, если этот корм давать в мокром виде, он уже будет как мелкие частички, которые сразу разлетаются по всем укромным уголкам аквариума. Часть мелких частиц корма будет как взвесь. В итоге ничего хорошего от такой затеи не будет. А сейчас я задам вопрос моему коллеге Виталию с канала Green Art Moscow. Нужно ли размачивать корм для рыб? Виталий, вот у меня на канале есть немалое количество видео, где я делаю обзоры на корма. Так. Соответственно, много людей просматривают и часто пишут такой вопрос, то что нужно ли размачивать корма. А некоторые говорят, ты неправильно кормишь рыб, корма нужно размачивать. Когда задаешь ему вопрос, почему вы так считаете, они говорят то, что видели на сайтах информацию у некоторых видеоблогеров, но явно не у наших знакомых, о том, что корм разбухает. Особенно гранулированный корм, он разбухает, соответственно, если его положить в воду. И если его рыбка съест, соответственно, он разбухнет в животе, и рыбка может погибнуть, или там с ней будут другие какие-то проблемы. Как ты считаешь, нужно ли размачивать корм перед тем, как его давать рыбкам? Ну, скажу, во-первых, что я не размачиваю корм, хотя сухим кормом кормлю. Были проблемы при таком кормлении? Нет, не было. Корм на самом деле разбухает. Вопрос в том, как быстро он разбухает. Он может разбухнуть сразу, как ты его в воду окунул, да, и он сразу, в принципе, быстро разбух. Не в долгом процессе, там, каком-то, когда она его съела, и он там через 15 минут только разбух. Он разбухает практически сразу. Ну, это, опять же, зависит от качества корма, от того корма, который ты используешь. Те корма, которыми я кормлю, они, как бы... Не отечественные? Ну, нет, я тетеровским кормлю, это, в принципе, не секрет. Я кормлю... Японские... Слушай, я уже давно имя не кормил, забыл, как они даже называются. Ну, ладно, все ваше. Я хикари. Я хикари кормлю, но хикари в основном у меня таблетки для самов. Вот. И все, у меня только два, которыми я и кормил. Ну, то есть... Это тетра и хикари. И проблем не было, и никогда я их не размачиваю. То есть ты считаешь то, что не нужно размачивать? Может быть, я так не считаю, в зависимости от того, чем кормишь. Если ты кормишь качественными кормами, то не нужно. Спасибо. Корм в виде чипсов или просто чипсы внешне очень схожи с хлопьями, однако они намного толще. И стоимость чипсов немного дороже. Это позволяет корму не так быстро опускаться на дно. У рыб, которые питаются у поверхности воды, больше времени набить свои желудки, прежде чем соседи помогут им избавиться от корма. Если в аквариуме больше всего рыб, питающихся у поверхности, это самый лучший вариант. Соответственно, если чипсы замочить, прежде чем дать этот корм, на поверхности они не задержатся, и весь смысл корма теряется. К тому же, опять появляются мелкие частички в большом количестве, которые могут привести к порче воды, если корма дать больше, чем нужно. Тут стоит отметить, что технология изготовления у корма, которая называется чипсы, немного иная. Она позволяет сохранить большое количество витаминов. Но есть и минус. Этот корм плохо крошится, если вдруг понадобится его измельчить. Не подходит мелким рыбкам, они попросту не смогут его съесть. Лично мое мнение, если вдруг получится так, что нужно накормить мелких рыб, а другого корма нет, только тогда я позволю себе размочить чипсы. Кстати говоря, вопрос о том, стоит ли размачивать корм, я однажды обсуждал в одном из видео. Под этим роликом многим из вас известный Дмитрий Кашкаров оставил комментарий, в котором высказал свое мнение. А теперь зададим этот вопрос Павлу, который ведет канал Скалярики. Почему некоторые аквариумисты считают, что корм для рыб нужно размачивать перед тем, как его давать? Не знаю, я знаю, что это глупости. А ты когда-нибудь кидал гранулу в воду? Видел, когда она набухает? Ну, у меня ведь, по крайней мере, сейчас радужницы с такой скоростью отжирают, что там не успеет ничего разбухнуть. Сам когда-нибудь размачивал корм перед тем, как давать рыбкам? Когда? Только когда лечил от гексамитоза. Метенку заболел? Метраниндазол. Размачивал корм и уже давал Скаляри. Донный корм в виде таблеток. Предназначен именно для донных обитателей. Это не только всевозможные сомики, но и улитки, крабы, раки и креветки. Такой корм должен быстро тонуть, а не плавать в верхних и средних слоях воды. Такой корм позволяет владельцу аквариума быть уверенным в том, что донным обитателям точно что-то досталось, и они не остались голодными. Таблетированные корма обычно крупные и плотные, чтобы рыба не могла проглотить таблетку целиком, а постепенно стачивала и обкусывала ее. Это важно для тех аквариумов, в которых несколько донных жителей. Ну и добавлю, что есть донные жители, которые ведут ночной образ жизни. Им, как правило, закидывают таблетку перед тем, как выключиться свет в аквариуме. Сидят они ее, конечно, не сразу после выключения света, поэтому важно, чтобы такой корм не сразу распадался, а длительное время оставался целым и невредимым. На мой взгляд, размачивать такой корм абсолютно бессмысленно. Вся суть этого корма заключается в том, чтобы он долгое время был твердым. Давайте послушаем еще одно мнение. Своим мнением на этот вопрос поделится Григорий, хозяин магазина BioBox. Гриш, я часто делаю видеообзоры на корма для аквариумных рыб, на промышленные корма. И у некоторых наших подписчиков, но я думаю, они и ваши тоже у нас общие, часто так бывает. Часто возникает такой вопрос, нужно ли размачивать сухой корм? Ты знаешь, интересные вопросы. В принципе, есть разные мнения. Кто-то говорит, что нет, не нужно, кто-то говорит, что да, нужно. Мое личное мнение, что, допустим, хлопья размачивать бессмысленно, они и так мягкие. Но некоторые виды гранул, они могут действительно разбухать. И когда рыба их ест в сухом виде, а потом в желудке у нее они начинают разбухать, она, конечно, может испытывать проблемы от этого. Дискомфорт. А как думаешь, такие корма, которые премиум класса, например, тетра, сера, или это что-то такое типа великан наши отечественные, самые простые? Абсолютно любые корма. И абсолютно любые. Да, это вопрос даже не в технологии производства, а просто в самом формате продукта. Ну, в общем, получается так, что если ты кормишь самов, грубо говоря, гранулами, донами, ты их размачиваешь перед тем, когда... Нет, тут смысл в какой? А тот корм, который ловится рыбами на лету в форме гранул, он сразу заглатывается целиком. А домные таблетки или какие-то другие для самов формы, которые падают на дно, они, конечно, если их размачивать, они, может быть, и упадут-то плохо. И сами они их не сразу съедают целиком, они их скребут. Поэтому для них это нормально. Ну, в общем, ты сам размачиваешь? Я сам размачиваю, но, правда, конечно, не всегда и не всем. У нас в основном рыбы мелкие, стайные, поэтому мы их кормим либо мелкой-мелкой крупной, ну, совсем пылью какой-то, да, сухими кормами, либо хлопьями. Это просто удобнее. Потому что одну и ту же хлопинку можно растереть в пыль для мелкой разбора, например, да, или не растирать в пыль, а просто оставить хлопьями для каких-нибудь меченосцев или там гуппи, которые могут оторвать кусок. Вот. А те, которые, допустим, цихлидом ловится, да, им, конечно, ну, хлопья тоже можно, да, но гранулы просто удобнее и практичнее. И гранулки я размачиваю. Угу, спасибо. Гранулированные корма бывают разных размеров. Те из них, которые имеют вытянутую форму, часто называют палочки. Но суть не в этом. Гранулированные корма бывают двух типов – тонущие и плавающие. Соответственно, тонущие необходимы тем акваримистам, у которых практически нет рыб, питающихся с поверхности воды. Они хорошо подходят для тех рыб, которые питаются в толще воды, а соседи – донные жители. Плавающие гранулы, естественно, необходимы только тем рыбкам, которые питаются исключительно на поверхности воды. Гранулированные плавающие корма практически никогда не тонут. У этих кормов очень высокая плотность. Они медленно распадаются, что позволяет акваримисту вовремя заметить перекорм и убрать лишнее. С этими кормами нужно быть осторожнее. При перекармливании таким кормом часто бывают проблемы. Например, вздутие живота, нарушение координации, зависание вверх головой, закупорка желудочно-кишечного тракта, воспаление вокруг анального отверстия, длинные испражнения. Иногда рыбка может перевернуться и плавать кверху пузом. Однако, если рыб не перекармливать, гранулы будут прекрасным кормом. Замечу, что мне попадались дешевые гранулированные корма, которые не могут переварить рыбки. Это приводит к тому, что корм попросту гниет в пищеварительном тракте и приводит к проблемам. Поэтому, если уж и покупать гранулированный корм, то от известных и проверенных производителей. Давайте вернемся к вопросу, стоит ли размачивать гранулированный корм. Если вы боитесь перекормить гранулами, то да, стоит. Если вы аквариумист опытный, то в размачивании нет необходимости. При этом, плавающие гранулы не будут в размоченном виде плавать. Они будут тонуть. Один из известных производителей на своем официальном сайте прямо заявляет о том, что корм размачивать не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok